Всем привет! Ой, голос пропал. Всем привет из Екатеринбурга! Делаю небольшое видео, объявление. Во-первых, хочу сказать, что мы уезжаем сегодня, улетаем в Грецию ночью и прилетаем 8 июня. По путевке едем очень дешево. Это я опять вам пропагандирую дешевый отдых. Потому что, знаете, дорого могут отдыхать все, а вот дешево именно в этом и есть. Кайф не переплачивать и получать то же самое удовольствие. Вот сейчас мы этим занимаемся и, вы знаете, безумно счастливы, потому что к этому нужно также прийти, найти людей, которые тебе помогут отдохнуть так, нарыть кучу информации. И спасибо, опять же, всем этим нашим онлайн-площадкам, инстаграмам, ютубам, когда люди тебе это рассказывают, подсказывают, и ты начинаешь этим пользоваться, и ты понимаешь, какой же ты был дурак. Ты столько переплачивал денег даже за худшее удовольствие. Вот, и поэтому или ты можешь съездить один раз, или на эти же деньги съездить три раза. Просто говорю, у нас получается на шестерых человек, по-моему, 180 или 190 тысяч на шестерых. Сюда вошла виза стоимость, сюда вошел перелет, сюда вошло все питание, трехразовое там или четырехразовое, и входят все напитки. Это в Греции остров Крит. Это шикарно. На счет виз. Визы мы подавали прямо впритык, потому что меня ждали. Я приехала сразу же, у нас вот эта вот девочка, которая этим занимается. Я опять хочу сказать, что я всегда даю всякие интересные вот такие ссылки. Я давала на ссылку в инстаграм девочке, которая ездит вообще за бесплатно, весь мир объездила. Ну как за бесплатно? За очень небольшие деньги. Не переплачивая никому, экономя, давая ссылки на свои веб-сайты, на свои промокоды, на свою информацию. И человек как бы этим зарабатывает и помогает другим путешествовать очень недорого. Я давала на нее ссылку и буду давать еще, если буду находить. Так вот, мы сдали все на визу, 6 человек. И как бы у меня даже как-то не было сомнений, что нам дадут все. Но потом мне кто-то сказал, что можно даже не дать, если, допустим, там едет несколько человек, одному не дают. И представляете, как бы, ну поездка срывается. Я так заволновалась за последние 4 дня. Думаю, ну вот не дадут кому-то опять все это, весь маршрут переделывать. Но вчера Лена получила съездива паспорта и нам всем дали. Мне, Лене и Нелли дали до ноября. Маме с сестрой дали на год. И племяннику дали всего на месяц. В общем, все нормально. Когда приедем, будем показывать, где это что, какие условия за вот такие вот небольшие деньги. Точно так же, как я показывала вам в Нью-Йорке, как я сняла вот этот апартмент за 49 долларов. Это точно так же девочка у нас, знакомая, которая объездила всю Европу за 18 тысяч рублей. Это получается 300 долларов даже у нее и не ушло, потому что там резервировала какие-то недорогие комнаты. В аренду где-то машину брала, где-то транспортом пользовалась. Это такой, конечно, специфический отдых. И как бы он, может быть, не всем подходит, но тем не менее масса людей этим пользуется. И вот она занимается у нас этим. И там, знаете, свои схемы. И вот так вот смотришь на людей, думаешь, боже мой, люди крутятся, вертятся. Такие интересные проекты создают. Зарабатывают на этом всем. А у нее всегда была тяга к путешествиям. Вот она из хобби это превратила еще и в бизнес, еще и путешествует. И вот она нам помогает со всем этим. Потому что мы узнавали, если делать визу, это стоит, по-моему, 5 или 6 тысяч, ну, через фирму, через какую-то. Билет на самолет тоже там 17-18 тысяч. И бронирование она также делала через Airbnb. Это вот то, что я сейчас обнаружила и вам рассказывала. Точно такое же, просто отеля бронирование. И сейчас, кто не знает, сейчас очень многие отели прекрасные. Они пользуются услугами инстаграм-блогеров. И делают рекламу сейчас не оффлайн. Вот это вот. Баннеры там еще какую-то заказывают. Даже на YouTube рекламы стало гораздо меньше уже идти. Ну, как бы, все это ухудшается, так скажем. Зарплаты становятся меньше по сравнению с теми годами. Потому что, как-то, видимо, хуже стали это все пользоваться. Именно через вот такие рекламные объявления. Деньги большие стоят, а отдачи-то нет. И самая эффективная реклама, это, видимо, сейчас идет через инстаграм-блогеров. Которые там имеют по миллион и более подписчиков. И приглашают блогера, допустим, в какой-то отель, резорт. Показывают, почему блогеры вот эти многие ездят. Видите, там по отелям, по таким шикарным показывают, рассказывают. Это, конечно же, предоставляет им там или бесплатно, или с какой-то большой скидкой. Они это показывают. Мы смотрим все воочию и туда едем. И поэтому вот сейчас такая реклама, она у нас самая эффективная. И я очень удивилась, когда узнала, что очень шикарные, знаменитые отели даже пользуются вот услугами, услугами инстаграм-блогеров. Но на ютюбе я не знаю. Потом хотели съездить в Прагу, но не знаю, у меня тоже ничего не получается. Потому что я что-то так была потрясена сейчас этой Москвой. Погода, что ли, вот такая, прямо, вы знаете, под впечатлением. Я хочу еще ехать, смотреть, смотреть на эту прекрасную, шикарную Москву. И поэтому я еще на три дня, на четыре, хочу поехать с детьми, потому что у них там будет огромное вообще мероприятие. И это будет тоже в Подмосковье, там 100 километров от Москвы. И там будут сняты, ставлены апартменты шикарные, место шикарное. Я могу опять Москву посмотреть. И поэтому как-то вот в Прагу вроде охота съездить, но у меня уже не хватает времени. В общем, посмотрим, как там что будет. Хотели, как я говорила, поехать по многим городам по Европе, но с нами же едет мама. И я когда вот из Нью-Йорка возвращалась, я поняла, что это очень сложно, ну, перемещаться с этими чемоданами. Там непонятно, какие гостиницы, непонятно, в какое время. И, ну, это не всем легко делать. Поэтому мы вот сейчас вот выбрали такой отдых лучше. Мы с одного места будем куда-то перемещаться, там машину брать, чем мы вот с этими котомками, с непонятными остановками. Знаете, это никакой отдых отдыхом не покажется. Это все равно нужно быть молодым и сильным, чтобы это выдержать. Это не всем подходит. Вот, потом по магазину мы ничего не успеваем выкладывать вещи, потому что, знаете, ну, вот так вот получается. И у нас сейчас остается Света здесь. Она будет делать видео, вот остатки одежды, которые у нас остались. Нам нужно ее всюду показать. И будет выкладывать. Поэтому списывайтесь, пишите, все точно так же. Света будет вам бронировать, отправлять. Ну, обычная работа, которую она делает. Но она еще будет вам показывать то, что сможет. И вот мы потом приедем, там уже, может быть, остатки какие останутся, опять это да покажем. И, в общем-то, на этом все у нас закончится. В общем, все урывками, знаете, времени не хватает. Я сейчас пишу, опять вспомнила свои времена. Вспомнила свои времена, когда я с Риком переписывалась. И я ему вот такие вот письма пишу. У меня опять вся жизнь событий наполна в России. Я ему, знаете, прямо эти, ну, вот такие письма писала. А он мне все время писал, у меня все хорошо. Хожу, играю в гольф, с работы пришел. Там, ну, знаете, вот такая вот скукотища. И я опять сейчас вспомнила вот это время, когда я с ним переписывалась. Я все время думала, что я там делать буду. У него такая скучная жизнь. Он там удовольствие от жизни только получает. Как он с ним всегда писал. И сейчас точно так же. Я вот такой текст ему, он мне вот такой, что у него все хорошо и замечательно. И он рад, что я получаю удовольствие от жизни. И у меня сейчас уже нет вот такого страха, что я в Америку приеду и буду скучать там, как мне казалось. Потому что я знаю, что человек, если он везде найдет себе какие-то занятия, какое-то хобби, какое-то увлечение, он всегда будет занятый. Вот. И поэтому здорово вот так вот. Поэтому здорово вот сейчас я вот так вот возвращаюсь в нашу переписку и вспоминаю, как это было, когда я была здесь. И опять же, хочу сказать, очень тяжело, конечно же, вырываться вот из какой-то жизни такой, себя, знаете, с корнями переселять куда-то на другое место. Но кто это сделал, вот я не думаю, что много потеряли. Есть, конечно, какие-то там не очень удачные у нас случаи. Но тем не менее, все вот это вот новое перемещение, это все делается с таким, с большим азартом, с большим желанием, с большим, с таким упорством. И вот именно нужно большое очень желание, чтобы это делать, потому что это все очень сложно. И вот так вот еду сейчас по улицам и думаю, ну надо же вот так вот взять, вот вырвать себя с корнями и переселить в другое место. Это, конечно, на большом подъеме все было. И здорово, что я это сделала, смогла сделать. И, в общем-то, сама себя хвалю вот так вот, скажем. Так, в общем, я заканчиваю это видео. Все, Света будет показывать, поэтому так же заказывайте. Все в том же порядке, только не я здесь буду плясать. Я вот сейчас, у меня есть полтора часа времени, потому что у нас здесь тоже будет большое мероприятие. У нас вот этот офис, он, видите, под много что используют. У нас здесь и дни рождения проходят, и презентации, и вот презентации духов сейчас придут. Тут тоже у нас-то помещение сняли, и будут показывать. Тут фуршет будет, и все вот это вот. Мастер-классы детские проводятся здесь. Ну, короче говоря, много чего, всего. И вот у меня есть полтора часа, и я вот сейчас что смогу, показываю, а там уже опять будет Света. Просто я вам рассказываю, вам, ну, наверное же, интересно, как бы, как используются вообще помещения вот такие вот неживые, и мы так же до этого ничего вот этого не знали. У нас тоже было вот такое мышление, что все, если есть помещение неживое, как мы это планировали, то его можно только сдать в аренду там под юридическую контору, еще под что-то. И вот когда оно у нас появилось, вы знаете, это также столько возможностей, когда ты расширяешь свой кругозор, и сейчас, если ты имеешь свое помещение вот в собственности, это просто очень востребовано. У нас его просят еще под некоторые организации хотя бы кусочек, знаете, выделить, и неплохие деньги предлагают. Но вот получается уже места не так много, и поэтому, и поэтому жизнь сейчас другая, вот такие вот, конечно, вещи, которые у тебя в собственности, на них можно также делать очень неплохие деньги, очень востребовано. И мы не упускаем и с этим возможностей, потому что, ну, здорово, приходят новые люди, новые знакомства, это все как-то, знаете, крутится-вертится, тут вот такая жизнь кипит, очень активная. Вот, в общем, полтора часа у меня есть, я сейчас снимаю видео, но все. Всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока!